В последнее время ко мне стало поступать много сигналов о снижении качества оказания медицинской помощи, да и попросту об отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения. Я понимаю, это даже не ошибка, а недостаток наших встреч и совещаний, где вы всегда мне в очередной раз вот говорили о младенческой смертности, о смертности материнской, какие вы трансплантологические операции делаете, ну и прочие подвиги. Сегодня речь, дорогие мои, не об этом, забудьте. Мы это все хорошо знаем. Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно, как мы лечим там людей на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся, не в РНПЦ, это тоже важно. Они идут в авангарде, они должны показывать пример и учить, учить, учить тех, кто непосредственно на баррикадах. Поэтому меня интересует, как там мы работаем, как функционирует система здравоохранения и почему люди обижаются. Поэтому два слова, если кто-то думает хвастаться о материнской и детской смертности, о трансплантологии, румо и так далее. Все остальное от жизни. Эта главная задача была поставлена перед той группой специалистов, которые прошерстили всю Беларусь. Я думаю, вы поняли, о чем речь. Мне будет очень неудобно некоторых докторов наук и великих академиков сегодня прерывать и останавливать, если вы будете разговаривать не на ту тему. У нас для этого нет времени. Но если мы придем к выводу, что у нас не очень хорошо, то виноват не только Пеневич. Но спросим из Кораника, который рекомендовал его и всю ту группу, которая сегодня в Министерстве здравоохранения работает, и который клялся мне, я не забыл. Ты знаешь, что у меня память в этом отношении. Поэтому, по моему поручению, создана независимая рабочая группа, куда вошли не чиновники, а специалисты. Ваши коллеги, они, как я сказал, объехали всю Беларусь, и, к сожалению, многие факты, на которые указывали люди, подтвердились. На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов. Вы не думайте, что я поручил этой группе и все. У нас есть законы. Железобетонные законы, которые должны соблюдаться. И за единообразным и точным соблюдением закона осуществляет контроль в Беларуси прокуратура. У нас есть мощный контролирующий орган. Орган не только от власти, но и от народа, комитет государственного контроля. И они не по следам прошли, а параллельно посмотрели на ситуацию в здравоохранении. И доложили. Реагируя на это, правительство прислало мне отписку за подписью премьер-министра и вице-премьера. Но это мы с ним отдельно будем разбираться. Наверное, забыли, где работают. Это характерно становится для правительства по всем практическим направлениям. Отписки мне не нужны. Это касается правительства и губернаторов, центральных органов власти. И вы знаете, перелопатив эти материалы не единожды, что меня больше всего удивило. То, что до сих пор есть вопиющие проблемы, простите за слов, бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах. Стены, потолки разрушаются. Двери покосились. Элементарные санитарные правила не соблюдаются. Слушайте, любое учреждение здравоохранения должно быть образцом санитарии. Причем такое случается даже в педиатрических отделениях. Послушайте, но там же дети. Или это не ваши дети? Конечно, это не ваши дети. Но это мои дети. Где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование. А ведь порой это единственный шанс на спасение чьей-то жизни. Вирус. Мы на КТ, если видим развитие болезни в худшую сторону. А у вас оно простаивает. И министр здравоохранения мне бойко осмелится докладывать, что у него все в порядке. У него все схвачено. Он все отремонтировал. У него запчастей хватает. А кто-то на какие-то санкции начинает ссылаться. Ребята, нет для вас санкций. Нет. А куда смотрят губернаторы? Ведь это их, прежде всего, сфера ответственности. Культура, спорт, образование, здравоохранение. Больницы и школы у вас же. Те больницы и школы, о которых я только что сказал. Куда смотрят начальники управления и здравоохранения. И вообще, зачем они вам? Зачем они вам при такой работе? Руководители центров гигиены, председатели райисполкома, правительство, Минздрав знают об этих проблемах или нет? А вот знать и контролировать вы должны. И то, что делала эта комиссия межведомственно, созданная мною, этим должны ежедневно заниматься министры и его команда здравоохранения. Министерство здравоохранения. Там все специалисты сосредоточены. Это они должны создавать группы и комиссии и смотреть, что происходит на местах. Получается, как всегда, куда президент не доехал, там тишь и блаш. Вы знаете, я даю себе отчет, с кем я сегодня разговариваю, и кто меня услышит. Это же белая кость. Врачи? Разве их можно критиковать? Нет. Но так запомните, я ни перед чем не остановлюсь. И порядок здесь будет наведен. Даже если половина у вас уйдет. Но я буду знать, с кем я буду работать. Обнадлели до крайней степени. Бегают вокруг начальника от районного звена до президента. Только их красиво умеем лечить. А обычные люди, которые содержат это все, опуститесь на землю. От нас в этом зале сидящих зависит вообще все в стране. Субтитры создавал DimaTorzok